Здравствуйте! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. В этом уроке мы покажем, как обработать накладной карман с молнией. Этот карман универсальный, он используется в женской, мужской и детской одежде. Смотрим. Карман может быть разных размеров в зависимости от изделия. В нашем случае это 15 на 15 в готовом виде, припуски сантиметр со всех сторон и это место для молнии. Ширина зубчиков 0,7, рамка сантиметр, длина от нижнего ограничителя до верхнего 7,5, значит рамка 8. Мы раскроили две детали кармана с припусками из подкладочной ткани и из основной ткани. На изнаночной стороне место под молнию мы продублировали. По лекалу наметили вход в карман с изнаночной стороны. Мы это сделали карандашом для наглядности. Вы это можете наметить мылом, мелом или водорастворимым маркером. Детали сложили лицо с лицом и теперь прокладываем строчку по периметру рамки. Детали закололи между собой, чтобы они не сместились и начинаем обтачивать. Можно начать не с угла, а чуть отступить. Закрепку не ставим. На углу игла в крайнем нижнем положении разворачиваемся и здесь лучше прокрутить вручную, чтобы точно попасть в угол. Закрепку входим в строчку и ставим закрепку. Строчку проложили. Теперь необходимо разрезать две детали насквозь по середине и до конца, не доходя примерно сантиметр-полтора, и на уголки с одной стороны и с другой. Теперь выворачиваем, выметываем рамку и приутюживаем. Вход в карман выметали. Подкладка с лица не торчит. Вот так выглядит с изнанки. Нам остается приутюжить это место и заутюжить четыре стороны из основной ткани на сантиметр. Рамку приутюжили. Заутюжили с четырех сторон припуски на сантиметр. И все, что вышло, подкладка, мы ее обрезаем. После того, как мы подрезали подкладку, вы видите, что подкладка теперь доходит до заутюжки. И когда мы будем настрачивать карман, подкладка будет внутри и не будет пузыриться. В зависимости от ткани. Если ткань сыпучая, то срезы кармана можно обметать. Мы обметывать не будем. Припуски лучше приметать, чтобы подкладка у нас не скользила. Перед сметыванием уголки высекаем. И так проходим все четыре стороны. Вот так мы сметали. Проверьте, чтобы подкладка у вас оттуда не выбивалась. И сейчас будем настрачивать молнию. Берем молнию. Сверху накладываем. И будем настрачивать с четырех сторон. От сгиба 0,1-0,2. Начинаем снизу. Я прокручиваю маховое колесо вручную, потому что нижний ограничитель может сбить лапку. Тогда будет кривая строчка. Сверху накладываем. Вверху молнию соединяем. Так, чтобы впоследствии она не разошлась. И лучше вручную также прокрутить маховое колесо. Доходим до уголка. Разворачиваемся. Входим в строчку и ставим закрепку. Я просто разворачиваюсь. Молнию настрачили. Теперь остается наметить место, куда мы будем настрачивать карман. Наметили место расположения кармана. Положили карман. Совместили метки. Закололи. И останется настрачить. От сгиба 0,1-0,2. Карман настрачили. Теперь можно удалить наметку. Вот такой карман у нас получился. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ссылки в шапке канала. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник.